Божий, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй, достойно есть якова истину, блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувину, славнейшую в истину, Серафим, без искления Бога, Богослово Родишу Исущую, Богородицу Тя величаю, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, воскресся из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причести Твоя Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благо исти, человека любец, аминь. Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, Бесчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй, помилуй, за молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. И слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти мне грешшего, я книг, а лишь благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзну уста мои недостойного, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресной, в веки веков, аминь. Царю Небесной, утешитель души истины, ижи везде ссы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись овны, и очисти мне от всяких скверных, спаси блажь и души наши, Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной, в веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже и Сын в небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, и во Твое и Царство силы и слава вовеки. Аминь. У оставшего от сна припадаем тебе блажь, ангельскую песню опиемте сильный. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь нам, возвек, мисси Господи, умы и просвети сердце, и уснемы и отверзивая, ежепетите, а святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки, веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. И ко многим ради Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколепца у Иисия обычно, и в нечаяния лежащего возьми к мегисии. Вая же утренники, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тебе в исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. Салон 118. Стих 73. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь за победям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут посажены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не поздравился. И стоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое. И стоевает очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня, я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими. Яму вырыли мне гордое, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина. Несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уств Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в роды роды. Ты поставил землю, и она стоит. По справедливости, по определениям Твоим, все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовеки не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые постерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо они, а она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь и лжи. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи меня же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымысли человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. И покров мой, щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконно, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не излагаешь, ибо ухищрение их – ложь. Как изгарят, метаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи врага, раба Твоего, кабла Боего, чтобы не угнетали меня гордые. И стаевает очи мои, ожидая спасения Твоего, и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили, а я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровения слов Твоих просмещают, вразумляют простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедяй Твоих жажду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Милостивый и всемилостивый Боже мой, Господи Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так. Ты довольна верой моей, пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слово Божьей руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, о чревоматери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя так, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без лености, как прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставленный внести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помрощенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, и вьяничь, и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов. И Твое пресчастное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Каждый свое упоминает. Игнатия, Игоря, Константина, Максима, Надежду. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, заступникам нашим. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашей. Непобедимая Божественная Сила, Чеснага, Животворящего Креста Господне. Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары и Твое сохраняй. Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца, моего духовного, родителей, сродника, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Ирия Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Засима, Владимира, Максима, Андрея и Гребу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Ископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнирия, Александра Деодора, митрополитов Тихона и Лориона, и весь священнический начискичин, и в очереди служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наимдающих священника, рожденного свыше благовестия кто, и место для занятий. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Господи, коснись их сердец и преобразуй в духовные, Владимира Михаила Зазефа Рамзана, Владимира Александра Ахдагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Караде, где смуты и мятежи. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованые тобою. Из-за всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Благослови нас, Господи, прожит этот день, не нарушая Твои святые заповеди. Прославляй дивные дела Твои. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым. Исполняющих Твои святые заповеди с благоговением. Ты дал название. Святые мои, избранные мои, помоги нам оправдать эти дивные названия. Господи, сохрани наши жилища и селения. И благослови живущих здесь. Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И нас, предстоящих перед Тобой и приезжающих, молящихся здесь Тебе. Сохрани нас, помилуй, Господи. Слава тебе. Избави от тяжкого недуга пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира и потерянного Александра. Нигде, ну, укажи, живой ли. Блуждающих Алексея, Сергея, станови, да бы не обманывали людей, что от прикосновения какими-то святыми сделает нас святынем прикасающихся. Или в каком месте считать имена. Все это обман. Там, где Ты есть, Тебя здесь искать будет Господь. Хвала Тебе. Слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну и их отростки все. Путешествующих. Раису, Льва, Виктора. Вячеслава и всех с ним. И Ты благословил брата Константина, сына его, Максима. Защитил. И теперь мы едиными устами здесь можем, находясь в одном месте, славить Тебя. Это милость Твоя. Аллилуйя. Радостные встречи. Ободряют людей, что мы не одинокие. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Посети, Господи, болящих. И дай силу безропотно перенести страдания. И почтим исцеление. Кирилла. Алексея. Сергея. Антония. Геннадия. Надежду. Людмилу. Любовь. Нианилу. Александру. Маргариту. Татьяну. Валентину. Ты всех знаешь, Господи. Возри на угрозы врагов. На непрерывную их ложь, подыскивание, зависть. И все, что изрегается ими, да поглотит земля, дабы оно не достигло ушей и сердец верующих, дабы никто не соблазнился. И в судный день не помяни их безумия, благостови благодетели наших, воздай им добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, милую. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. Мы просили помочь, Господи, в издании трехтомника Нового Завета, столкования блаженного фефилакта. И ты исполнил просьбы многих. И мы получаем радостные возрасты со всего мира, как люди радуются, получив такой источник, указывающий на жизнь вечную. Помоги нам издать четырехтомник проповеди в стихах. Мы не имеем средств для этого. Помоги нам, молодыка, и переиздать книгу к истинному православию. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасительным и полезным для нашей бессмертной души. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения. Благодарю Тебе, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и короны церкви, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! И воздай вечности милости Твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами Твоими своими и покроем афором любви от зависти нехестивых, подыскивающихся нам. Господи, благослови всех, кто помогал совершить на миссионерские путешествия по миру. Воздаем милостью Твоей благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру. Самире и Тимуру на истинный Христову веру, дабы не верил за пророком. Рустик и Ирина взывают к Тебе, что Ты помог им освободиться от злого духа, который вошел в них. Услышай молитвы о них, Господи. Слава Тебе! Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранила, защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разнущаться от тела и проведи душу по мутарствам страшным и непонятным. И веди она веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аллилуйя. Укрепи, Господи! Воздай милостью всем, кто строил эти жилища, где мы находим такой уют. Можем собираться вместе в храмы. И устроителям воздай милостью Твою. Аллилуйя! Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Устрой жилища во всем соответствующей жизни христианина. Давы добрых соседей. Работу. Все устроит. Ты знаешь, Господи, в чем они нуждаются. Чтобы жилища их стали как храмы. Найди новые души и там. Обрати их к себе. Ибо первые христиане не имели ни единого храма, но ежедневно собирались по домам. Вникая в Слово Твое и прославляя Тебя. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обители их небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душа в нашем полезной сотвори. Ангел Христов, не покинь нас. И в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу к вам и тарством страшным и непонятным. И в ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Иоанн Креститель, притеча Христом, моли Бога о нас. Господи, научи наш житель в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономном, видеть и помогать нуждающийся в нашей помощи. Аллилуйя! И каждому дару доброе жилье Сергею Гаврилу. Святите Христову Николу, Мерликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. И о живности нашей, через которую Господь облегчает наше нахождение от ее доли печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Ерисей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон. Ио, Амин, Но, Иосиф, Патриархи. Ездранием, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосиф, Иаин. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отреки, Пророк, Нихея, Врама, Саакия, Аков. Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою. Да бы день прихода то нашего отшествия не засталось не готовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими святельниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, саделами в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, и ангелы, и архангелы, и херувимы, и серафимы, и сенебесные силы, и престолы Божьи предстоящие, и святые апостолы, и Петр и Павел, и евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду и исследует священное писание. Ибо через них мы думаем о нежизвечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, и те мученики, Игнатий Богоносец, Поликан, Сминский, Синфилософ, Осмай, Дамьян Андреевич, Сратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкинский, Анфинник Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Винамин Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас! Да укрепит и сохранит Господь народ свой, верующих в Него. Не допусти, Господи, что кто-либо от трех статибе принял на чертание зверя, антихищееся на щелое или правую руку. Благослови взятых из семей и отправленных на фронт. Услыши молитву родных и близких о них, Никиту, Александра, Максима. Господи, каждому дару истинное духовное рождение, чтобы они были там, как святильники на подсвечнике, как город на вершине горы. Чтобы они постоянно помнили, кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Взявший меч от меча, погибнет. Не допусти, чтобы они оскверлились с человеческой кровью. Возврати их в мире неповрежденными. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Посетить вставляющихся в вузах, тюрьмах, лагерях, трехиатрических химницах верующих Тебя. Монаха Сергея, Владислава Вара. Мы просили об Ильи, и Ты освободил его до суда. Какое чудо Ты совершил, Господи! Аллилуйя! Слава Тебе! Молите Бога на святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ибрин Сирин. Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилиев. Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский. Кирилл, Имефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепи ты, сохрани нас Господь в святой православной вере. А замы с ретяков и сектантов разруши, развеем ничто преврати. Ибо мне в церкви нет спасения. Аллилуйя! Молите Бога на святые жены и девы. Фёкла Тарвомучница, Фатина Самаринина Феврония. Вера, Надежда, Любовь, Матер Сапи и Наталья Адриан. Варвара, Екатерина, Кирпетуя. Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская. Прискина и Акила. Андроника Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание. Целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания и нападок. Господи, исправь не покорилась Галина, семейца Евгения, Надежда, Людмила, Виктория и Иоанна. И вы, святые, взываем к вам. Иероним Стридомский. Все переводчики Священного Писания. Дайте силы веры, какая была у вас. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву о здеянии рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Услыши молитвы всех молящихся о нас во благо нам. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Ради голгофских страданий и пролитой крови Твоей прими наши молитвы. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои и голос Твой. Свободны. Мир всем и доброе утро всем. У нас необыкновенный день сегодня, уже первые гости подъезжают. Сейчас братья наши идут встречать с поезда. Основной табор. Как говорят, табор уходит в небо. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Во славу Божию. У нас еще принято считать Слово Божие. Можете даже побыть здесь. Кто не едет, и вам ехать надо, поезжайте с Богом. Вот у нас считается Новый Завет, толкование блаженного фифилакта. И это поприще проходим мы благодаря нашим сестрам Хапильна Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. А они считают Новый Завет толкованием блаженного фифилакта. Сейчас проходим Откровение Иоанна Богослова. Итак, сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием Святых Отцов Церкви. Дарую, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Сатага. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 6 по 8 стих, абзаца 4. С другой стороны, через ключ открывается сокровенное и таинственное. Давиду был дан ключ Святого Духа, который отомкнул его уста, и стал он сладкозвучным псалмопевцем Церкви. Дух, которым помазан был Давид, открывал ему глубины тайн Божьих, вещал через него о Христе. И вот пришел Христос, как человек, помазанный всею полнотою Духа Святого, которому передан ключ Давидов. Этот ключ он имел в полноте, ибо помазан более соучастников своих. Псалом 44, 8. А как Сын Божий, он единосущен Духу Святому и имеет его как единосущный. Посылает его в мир Иоанна 16, 17, как приготовивший ему путь, ибо омыл мир Своею кровью. Ключи в руках Христа. Все в его руках. Это часто проявляется в жизни. Там, где Христос отмыкает двери евангельской проповеди, двери храмов для богослужений, там никакое буйство врагов не может их затворить. Но где Христос затворяет, там даже все усилия и страдания христиан не могут отворить двери на все воля Божия. И ключ в руках Христа. Так будет и на страшном суде. Никто не попадет ни на небо, ни в ад, если дверь туда не откроет Христос. Когда Христос затворит двери неба, то напрасно будут стучать в них неразумные девы. Матфея 25, с 10 по 12 стихи. Как утешительно было для любящих Христа, но не имевших много силы филадельфийцев видеть, что ключ Давидов в его руках. И Господь говорит им, знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Это христиане, не отличившиеся особыми великими дарованиями. Они немного имели силы. Но Христос, как некогда Павлу, как бы говорит им, «Сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12, 9. В немощах человеческих проявляется сила Божия. Ты сам, человек, ничего не можешь, ибо мало имеешь силы. Но я отворяю пред тобою дверь, и кто тогда затворит? Тогда и увидят люди, что с тобою Бог, ибо иначе стали бы приписывать это твоей силе и твоей мудрости. Да и сам человек начинает иногда себе приписывать то, что, по милости Господней, получил от него. Потому и говорит Христос, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Довольно вам того, что имеете. И при ваших успехах, филадельфийцы, не думайте, что заслуга ваша. Вы немного имеете силы, двери пред вами открыл я, Христос. Почему Христос столь милостиво относился к филадельфийским христианам? Потому что они, несмотря на свою малую силу, имеют свидетельство от Христа, «сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Этого Христос ждет от детей своих. Часто говорят, а мы немощные, нет у нас дарований и грамоты. Не особых дарований ждет от нас Христос, а соблюдение и сохранение слов своих и верности. Будем верны Христу, и нам немощным он широко распахнет двери своей благодати. Девятый стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Толкование с комментариями. Удивительное видим здесь, ибо слабый идет на поклон сильному. И вот Христос говорит, что к слабым и немощным филадельфийцам, имеющим немного силы и не могущим рассчитывать не только на поклонение, но даже на извинение за причиненные обиды, к ним придут на поклон. «Ослепленные своей силой не приходят поклоняться слабым, но приведет их Господь». «Я сделаю», — говорит он. «Сам не придешь», — приведет Христос. «Сам не сделаешь это», — сделает он. Кто же придет на поклон? Придут из сатанинского сборища. Об этих же иудеях уже говорилось в Откровении 2.9. «Гордо смотрит такой иудей на племена иные». «На ересь назарейскую». Нет, не думает синагога поклоняться церкви. Не думает сатанинское сборище масонам поклониться тем, на ком видят только животных человеческими лицами. Но что они хотят сделать сами, то сделает Христос. И делает уже. Ведь приходят же из евреев ко Христу и искренне принимают Его. Так было такое движение в конце XIX века в Бессарабии, когда евреи приняли Христа. Еще до ныне есть евреи в России, потомки выкрестов, так называли крещенных евреев. И было большое событие, когда евреи попросили христианских патриархов снять с них клятвы, наложенные на них церковью. Это действительно уже поклон пред ногами филадельфийцев. Особенно же совершится это в последнее время, когда евреи, возведя на престол Антихриста, увидят, что обмануты им и обратятся всех ко Христу, поклонятся Его последователям. Как и апостол Павел о том пишет, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Римлянам 11 глава с 25 по 26 стихи. Тогда придет пророк Илья, чтобы утешить гнев Божий, прежде нежели обратиться он в ярость на страшном суде, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Сирахова 48, 10. Отец синагога. Иудеи обратятся тогда к сыну, которого породили в церкви христианской. Так спасен будет остаток Израилев. Но для своего спасения они должны смириться и поклониться пред теми, кого тысячелетиями презирали перед христианами. Отец должен будет обратить сердце свое к сыну и поклониться перед ногами его, и познать, что я возлюбил тебя. Они должны будут познать, что давно уже известно, через плечистую деву Вифлееми. Христос входит в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, евреям 10 глава. И любовь Божия изливается теперь не на приносящих ветхие жертвы, а на приобщившихся жертвы Христа. Теперь избранница Божия Церковь, она его возлюблена, и давно обращен к ней лик Христа. Он возлюбил эту дикую маслину, привитую к природной, возлюбил невесту свою искупленную. О, радость искупленной души, ощущающей на себе любовь Христа. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Спаси Христос! Во славу Божию! Вопросов никаких утром нету, слава Богу! Так, отключаюсь, отхожу. Спасибо Христос! Всем, братьям, приехавшим к ковшиму! Всем поклон! С Богом! Аминь, спаси Христос! Аминь, спаси Христос! Благодарю за мной! Благодарю за мной! Почтение, священное писание! Всем поклон! Продолжение следует...